Привет-привет, меня зовут Миша Килкунтак, и мы продолжаем играть в игру Life is Strange. Так, ну что, мы остановились на моменте, где нужно выходить в окно. Давайте выйдем. О, этот маяк. Опять он, только без шторма, пока в нормальную погоду. И куда же нас поведет Хлоя, интересно. Хочет показать нам одно место. По-настоящему красивый закат. Олененок. Прекрасный вид, не правда ли? Напоминает мне наше детство. Шевелись, лолпок. Погоди. Наша Макс любуется. Я не приходила сюда целую вечность, так почему же мне кажется, будто я была здесь совсем недавно? Это же та самая тропа, по которой я шла в моем сегодняшнем кошмаре. Да-да-да, Макс. Знак. Склянем. Такое чувство, будто я снова очутилась в кошмаре. Возможно, возможно, Макс. Кто знает. Так, нам же не сюда. Походу, наверх идем. Так, нам написали. Я твоя должница. Спасибо за сегодняшнее. Перезвоню тебе позже. Окей, обещаю. Незик, и ты еще должна рассказать мне свой большой секрет. Эк. Да, нормально его так отделали. Макс, земля на связи. Твой благородный рыцарь Орен прибыл. Я знаю, что ты беспокоилась за меня. Есть такое дело. Так, побежали. Птицам так повезло, они всегда могут улететь. О, какой красивый видон. Слушай, вообще. Я в шоке. Садись. Поговорим. Ты уверена, что не хочешь побыть одна? Присаживайся, Пит. А, ты в хорошем настроении? С удовольствием. С удовольствием. Славно здесь, особенно после всей этой драмы. Одно очко в пользу Хлои. Я не такая смелая, как ты. А Дэвиде вправду мудочим. Мне жаль, что тебе пришлось самой в этом убедиться. Тебе приходится жить с ним. Он всегда был таким. С тех пор, как моя отчаянная мамаша притащила его жопу в наш дом, я никогда не доверяла Дэвиду. Он орал на Кейт. Надо было заснять их. Давайте он орал на Кейт. Он сегодня наорал на бедную Кейт Марш. Я её знаю. Она ничего. Только такой хрен мог донимать её. У него, кажется, какие-то странноватые... Хотела бы я этого... Какие документы? Хотелось бы. Знаешь, я прочла их. Ну, в общем, он бы взбесился, у него просто мания наблюдать. Я не удивлюсь, если он по всему дому прячет. О чём ты? Весь твой дом напичкан камерами. Я видела их на экране в гараже. Так и знала. Он просто оконченный параноик. Ладно, пока сохраним это в тайне. Порой невидение — это благо. Неудивительно, что я такая жалкая. В этом городе все всё знают. А в чём секрет Нейтана? Даже твои? Больше нет. Так у тебя есть на Нейтана? Он знатный подонок. Продаёт дешёвую наркоту в перемешку со слабительным. Как-то раз накачал этими меня. Что? Мы познакомились в одном говёном баре, где у меня не спросили документы. Он был слишком богат и пьян для того места. Разбрасывался деньгами. Просто расскажи мне, что произошло, Хлоэ. Я была дурой. Думала, настолько пьян, чтобы обокрасть его ничего не стоит. Тебе так сильно нужны были деньги? Ну, вообще, да. Я много задолжала и думала, что и для себя Рэйчел смогу взять их. А что насчёт Нейтана? Сколько? Сколько ты должна? Три штуки плюс проценты. Но прежде чем я смогла их у него стянуть, он подсыпал мне какой-то дряни. Боже, Хлоэ, поверить не могу. Или могу. Что было потом? Я помню, что отрубилась на полу. Потом проснулась и увидела, как этот извращенец, улыбаясь, ползает вокруг меня с камерой. Продолжай. Всё было будто в тумане. Я пыталась ударить его по яйцам, но разбила лампу. Нейтан растерялся, так что я успела выбить дверь и свалить оттуда нахуй. Это был кошмар, Макс. Это просто пиздец. Я так злюсь. Хлоэ, это полный пиздец. И что ты сделала потом? Я надеялась на то, что он заплатит мне за молчание, поэтому мы и встретились в туалете. А он притащил пушку. Это была последняя ошибка Нейтана. Он всё ещё опасен. Давай позвоним в полицию. Давай ещё опасен. Он всё ещё опасен, Хлоэ, не только для тебя. О, прелестно. Что ты рассказала всё ректору. Я уже чувствую. Я не всегда буду рядом, чтобы спасти тебя. Но сегодня ты была рядом, Макс. Ты спасла меня чувства, словно это... Судьба? Ничего себе. Что у нас тут за драма? Так. Если это судьба, то я надеюсь, что мы отыщем Рэйчел. Я скучаю по ней, Макс. Ну да. Эта чёртова дыра забрала всех, кого я когда-нибудь любила. Хотела бы я сбросить на Аркадию байбомбу, чтобы ничего не осталось. Что это с Максом? О нет. Только не снова. Блин, снова у нас этот кошмар. Почему это происходит со мной? Почему я снова тут оказалась? Призрачный такой оленёнок. И типа мы должны идти вниз? Обратно теперь от маяка или что? Откуда это мы идём? А Хлоя всё ещё там, наверху? Нужно это разузнать. Ну ладно, давай побежали тогда к Хлое. Мы бежать даже не можем. Блин. Нужно отмотать время. Так, так, так. Давай. Аккуратненько. Где она тут упала? Оленёнок, пошли быстрей. Брёвна посыпались. Я никогда не видела такого шторма. Да, жёсткий шторм. Спору нет. А Хлои тоже нет вроде. О, господи, снова торнадо. Это что, в заправду? Жесть, жесть. Там ещё газета. Что, мы будем читать сейчас газету, что ли? Давай. Возьми я. 11 октября? Это в пятницу? Осталось всего 4 дня. О, нет. Торнадо направляется прямо на город. Хлоя, ты тут. Значит, я вернулась. Господи, это правда, правда. Нет, подруга, всё очень хреново. Макс, что с тобой? Ты потеряла сознание? Я не теряла сознание. У меня было другое видение, где город будет разрушен. Торнадо. В Орегоне каждые 4 года поднимается торнадо. Такие уже здесь края. Нет, нет, я видела это. Прямо-таки чувствовала электричество в воздухе. Ну уж, успокойся. Хлоя, я не сошла с ума. Но мне нужно сказать тебе кое-что. Кое-что жёсткое. Расскажи мне, Макс. У меня было подобное видение ранее в академии. Тогда я вышла из кабинета и осознала, что могу перематывать время. Сразу говорю, я не сошла с ума. Но накурилась, верно? Просто послушай меня, как ты думаешь, я спасла тебя в туалете? Перемещением во времени? Ну да, конечно. Я видела, как тебя застрелили, Хлоя. Видела, как ты умерла. Но я вернулась назад во времени и включила тревогу. Я, конечно, понимаю, что ты задротка с богатым воображением. Но это какое-то там аниме или видеоигра. У людей не бывает таких способностей. Но я знаю, откуда у меня этот дар. Я напугана до смерти. Тебе бы курнуть, это был бы еще один долбанутый денек. Ох, снег пошел. Что это за херня? Снежинки? Сейчас ведь 25 градусов. Как это возможно? Климат меняется. Или же надвигается буря. Макс, начни с самого начала. Расскажи мне обо всем. Все, теперь Хлоя нам поверила наконец-то, да? Красиво все это подано в игре. Ну, здесь идет музыкальная вставка. Мы ее заглушим, чтобы не было проблем с авторскими правами. Играет музычка. У всех своя жизнь. Наблюдает за... Надвижением шторма, так сказать. Кто-то плачет, кто-то радуется. Но шторм неизбежен. Пока что они радуются снежинкам, удивляются им. Вот так вот. Красивое очень и музыкальное сопровождение. И в плане сюжета все подано шикарно. Игрушка очень достойная. Походу, это конец первого акта, я вот так думаю. Рэйчел. И ачивочка у нас открыта. Да, эпизод 1 пройден. Нормально. Давайте пропустим. Вы настучали на Нейтана. Вы помогли Алисе. Вы вмешались, чтобы помочь Кейт. Вы спасли птичку. Ну, вот такая у нас статистика. Давайте дальше. Так, ну, это какие-то еще дополнительные вещи. Давайте дальше тогда пойдем в следующий эпизод. Ого, нифига себе. Эпизод 2. Вразнобой. Ну что, продолжим, продолжим. Так, как его начать? Продолжить. В предыдущем эпизоде... Все идет как в сериале. Краткое пересказание первого эпизода. Добро пожаловать домой, Макс. Да, приключения Макс только начинаются. Она просто поехала. Мы просто наслаждаемся жизнью, наслаждаемся моментом, учимся помогать друзьям. Очень красиво все и круто сделано. Я восхищаюсь этой игрой пока что. Быть супергероем грязное занятие. Надо бы, надо бы сходить в душ. О, фотографии. Мемориальная фотостена Макс Колфилд. О, у нас от Хлои еще сообщение. Так, тихо, тихо, тихо. Давай сначала прочтем. Никаких смайлов пишет. Ну-ка, ну-ка. Давай, подожди. Дай перемотать. Как ты сказала моему уродчему, что это твой косяк. А если серьезно, нам и вправду нужно поговорить. Давай съездим. Съедим охранительный завтрак в двух китах. Я угощаю. По рукам принято иметь слуг. А, приятно иметь слуг. Пора валить, госпожа. Завтрак не ждет. Безумная Макс, ты меня игноришь. Я ведь говорила, тебя никогда в жизни. Никаких смайлов. Ой, грустный смайл. Увидимся в кафе через 40 минут. Я буду там. Не опаздывай. Или я буду знать, что время не на твоей стороне. Не накурись там, как у меня в комнате. Уже в пути. Ты само зло. 40 минут это убью. Вот так. Несмотря на все безумие, что сейчас творится вокруг, я рада, что мы с Хлои снова вместе. Как будто я и не уезжала. Выруби, выруби стереосистему. Так, друзья. Я думаю, будем заканчивать на этом моменте. Продолжим уже в следующей части. Спасибо, если досмотрел видео до конца. Также ставь большой палец вверх, если тебе понравилось видео. Подписывайся на мой канал. А также нажимай на колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok